Живите, живите, прошу вас, живите. Я лечу. Один, один в сайте. Мишаня, хватит играть. В смысле, у меня раш? А, что? Какой раш? А, ты обещал видео про экип. Скоро весна. А ты его еще не сделал, ты зимой обещал. Блин, точняк. Пошли снимать. Здорово, здорово, пацаны, с вами Взрывной Майк. Скоро весна, а я до сих пор не снял, действительно, не снял вам обещанное видео, которое я говорил, что сниму еще зимой. Но, сегодня я готов все исправить. Для многих это видео будет очень полезным, потому что я не только расскажу, какой экип есть у меня и каким я пользуюсь. Я еще расскажу, почему у меня такой экип, зачем он и, возможно, помогу вам с выбором отдельных элементов экипировки к новому сезону. Поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну что, пацаны, добро пожаловать в мою берлогу. Здесь я стримлю, здесь я смотрю видосы, иногда их монтирую, иногда их снимаю. Но сразу скажу, что первый раз снимаю видос дома, буду что-то рассказывать, поэтому не судите строго, непривычный для меня формат. Если посмотреть сюда, вы скажете, что я просто сраный мажор, какого фига, у меня так много шлемов, вообще майк зажрался и все такое. Но не все так просто, и сейчас в видосе я вам все расскажу, потому что первое, с чем мы будем разбираться, это мотошлема. Об этом будет первый выпуск. Собственно, давайте начинать. Что у меня есть? У меня есть действительно много шлемов, а конкретно их 7 штук. Но почти каждый из них не похож на другой шлем по своему функционалу, потому что каждый шлем предназначен для разного направления. Давайте по порядку. Если мы возьмем вот этот шлем, это мой карбоновый X-Lite X803 Ultra Carbon, который я использую исключительно на треке. То есть это трековый шлем. Из того, что мне здесь нравится. Балдежная вентиляция, очень большие отверстия вот здесь спереди регулируются, собственно, открываются, закрываются. Вот здесь достаточно такие, ну тоже немаленькие, скажем, отверстия. Дополнительные вот такие шторки, посмотрите, открываются, закрываются. Еще дополнительные отверстия под вентиляцию. И регулируемый спойлер сзади, который позволяет изменять поток воздуха, когда вы гоните под 300. Почему он мне нравится? Потому что в нем все это есть. Хорошая вентиляция, хорошая аэродинамика. Да и это, собственно, наверное, и все, что нужно ставить на первое место, когда вы убираете трековый шлем. Плюс ко всему, он еще карбоновый, конечно, легкий. Весит он 1230 грамм. Но в целом, если вы берете шлем для трека, например, шумоизоляция встает на последнее место. Поэтому, например, Pista GPR от компании AGV. Это офигенный трековый шлем, потому что он балдежно дуется. У него шикарнейшая аэродинамика. Но если сравнивать с этим шлемом, например, то он будет стоить гораздо дороже. Вот этот шлем, по-моему, в районе 50 тысяч стоит. Но это Италия, ребята. Если продолжать тему про трековые шлема, у меня есть вот такой вот новый шлем. Это фирма Scorpion. Это новый шлем, который мне, кстати, подогнали ребята из магазина DriveBike. Теперь, кстати, в этом году для вас есть там скидка 10% по промокоду Mike. Как в магазине, если вы придете физически туда, так и в интернет-магазине. Поэтому можете пользоваться смело. Они мне подогнали вот такой шлем. Это модель EXO R1 Air. Это топовый трековый шлем, в котором ездят чувачки в MotoGP, если что, на секундочку. Несмотря на то, что это шлема, который делается в Китае, здесь тоже все очень круто. Во-первых, внутрянка, да, она достаточно комфортная. На X-Lite, кстати, тоже достаточно комфортная. Быстросъемные вот такие вот петли, за которые ты дергаешь, когда, если вдруг попал, не дай бог, в аварию, чтобы проще было снять скорлупу с человеком, не повредив тем самым там что-то у него лишнего. На X-Lite, кстати, тоже это есть. Потом еще здесь тоже есть крутая вентиляция. Ну, а на самом деле, в сравнении с X-Lite, мне кажется, она немного меньше. Она немного меньше. Я в этом шлеме еще не катался. Вот сейчас прям, видите, он с наклейкой просто про него вам рассказываю. И он тоже карбоновый, он тоже достаточно легкий. Весит он 1300 грамм, ну, буквально чуть потяжелее, чем мой X-Lite. В комплекте идет темный визор, там, пинлок, все это есть. Все? Серьезно, так, изи? О, так, теперь здесь не встал. Получается, не изи? Да, получается, не изи. Как ты работаешь, штука? О, все. Изи, просто я лох неправильный делал. Ну, опять же, скорее всего, этот шлем будет шумнее, чем какая-нибудь версия для туринга и для города. Скорее всего, этот шлем лучше продувается, чем какая-нибудь туринговая версия. Скорее всего, видите, какая форма здесь? Спойлер, форма шлема. Скорее всего, этот шлем имеет более хорошие аэродинамические характеристики, чем какой-нибудь городской шлем. Поэтому, ребят, если вы выбираете шлем для трека, на котором вы будете кататься в большинстве своем на треке, или вы любите покатать на спарте, не ездите на дальняке, не ездите за хлебом в спокойной обстановке, можете выбирать для себя шлема, которые имеют хорошую вентиляцию, хорошую аэродинамику, но при этом они могут быть достаточно шумные. Как та же, например, Pista GPR. Ребята, которые ездят, у них в городе, но это как бы небольшой зашквар, скажем так, потому что там в комплекте даже идут беруши, без беруши, ну, типа, ездить практически невозможно, особенно если у вас прямоток. А звук, пи***ц, меня глухануло. Что ж, с треками-шлемами в двух словах разобрались, идем дальше. Опять же, этот шлем я не тестил, с ним разберемся в этом сезоне. Вот, в этом шлеме я отъездил три года, и за него прям, пацаны, базарю вам. Вообще хороший шлем. Идем дальше. Так как я заядлый туристмен, уже даже вон пузико появляется, скоро глядишь, гуся себе куплю. У меня есть шлем для путешествий, и это тоже важно, потому что если бы я хотел поехать в дальняк в своем трековом шлеме, то, скорее всего, я бы приехал, у меня гудела голова бы от того, что шума очень много, и мне было бы не очень комфортно. Этот шлем, это X-Lite, тоже фирма итальянская, X-Lite X-1004, модель называется 1004, и она модуляр. Почему модуляр? Раньше я к модулярам относился как к пенсионерским шлемам, они выглядят достаточно смешно, ты открываешь вот эту штуку, у тебя задавливают щеки такие, ну, сразу представляешь себе какого-нибудь мужика на гусе, которому лет 40-50, такое себе для молодого пацана ощущение. Но, когда я первый раз проехался в нем, а я ездил в Крым на нем, я офигел, насколько это удобно. Шлем-модуляр действительно очень удобная штука, ты можешь остановиться на заправке, открыть, забрала, не снимая шлем, попить воды, спокойно поговорить с твоим пассажиром, с которым ты едешь, да, как я с Катюхой разговаривал. Короче, комфорт и кайф. Кто курит вообще, можно, откинул, покурил, даже кто-то умудряется это на мотоцикле делать. Есть поверье, что шлема-модуляр, они не такие безопасные, действительно, вот эта часть, она здесь, конечно, металлические крепления, но она не внушает доверия, и возникает ощущение, что вот ты падаешь, ударяешься подбородком, эта фигня отлетает, и тебе пол лица смазывает об асфальт. Но я общался с замечательным человеком, которого зовут Андрей Параректор, он же руководитель Мото Москвы. У них была группа, которая выезжала на ДТП, и он мне рассказывал про шлема-модуляры, говорит, сколько мы видели ДТП в таких шлемах, ни разу не было такого, что у человека вот эта часть отрывалась, либо он получал травму подбородка из-за того, что было открыто забрало. В принципе, да, в теории, если вам битый вот сюда вот захерачит, вот в подбородок, есть вероятность, что это все вот так вот отлетит. Хотя здесь есть, говорю, металлические защелки, которые этому препятствуют. Но, как показывает практика, таких ДТП именно с такими ударами в эту часть очень мало. Обычно это верх, затылок, боковые части какие-то, здесь уже все отлично. Что важно для туристического шлема? Почему мне нравится этот шлем? Почему я до сих пор не хочу его менять и буду в нем ездить в свои поездки и путешествия? Потому что, во-первых, он очень тихий. Даже, несмотря на то, что это модуляр, даже в открытом виде, вот эти части, которые прилегают к ушам, они сделаны настолько круто, что даже в открытом положении у вас офигенная шумоизоляция. Я не знаю, как вам это объяснить, это можно только ощутить. Но я, когда стою на заправке, вот, разговариваю с кем-то, мне иногда приходится оттягивать эти штуки, потому что они как-то обволакивают уши, и там какой-то материал, я не знаю, еще что-то. Короче, в этом шлеме действительно очень тихо. Плюс ко всему, я уже сказал, функционал, и, конечно же, туристический шлем должен обладать тоже, ну, скажем, не такой хорошей вентиляцией, как на треке, не так это важно. Но в целом важно. Ну, вы, может, не знаете, чем лучше вентиляция, тем хуже шумоизоляция. Поэтому на туринговом шлеме обязательно должен быть функционал с регулировками. Здесь вот очень большой отсек для забора воздуха с двумя положениями вверху, видим, да? И очень большой тоже забор воздуха снизу. Всего лишь два отверстия, две регулировки, но этого, ребят, поверьте, мне очень хватает. Но нужно учитывать, что когда мы на максималку открываем вентиляцию, шумоизоляция у нас становится чуть хуже. Но, честно говоря, был у меня, например, туристический шлем Shoe GT Air, в котором я ездил в свое европейское путешествие, и я им остался максимально недоволен. И до сих пор не люблю марку Shoe, и как-то не очень ее воспринимаю. Короче, Shoe у меня свистела, визор у нее до конца не закрывался, уши у меня звенели в одном, причем только в левом, я не знаю из-за чего. Здесь такой проблемы вообще нет. То есть шлем действительно очень тихий, очень функциональный, очень удобный. Из фишечек здесь еще есть подготовка под гарнитуру, конечно же. Это тоже, в принципе, важно для многих в туристическом шлеме, потому что гарнитура неотъемлемая часть для меня, например, в путешествиях. Во-первых, слушаешь музыку, во-вторых, тебе навигатор что-то подсказывает. В-третьих, ты можешь в любое время принимать звонки, отвечать там родным, близким или там по делам, по работе. Но про гарнитуру еще поговорим, потому что в городе, например, тоже многие этому уделяют внимание. На многих туристических шлемах эта подготовка есть. Этот шлем не исключение. Шой GTR, кстати, тоже не исключение. Ну, а остальные, которыми я не пользовался, это уже, смотрите, в спецификации, как говорится. Ну, обращайте на это внимание. Ну и, конечно же, общий комфорт. От него тоже зависит, насколько вы нормально себя будете чувствовать в дальней поездке, потому что приходится ехать долго. То есть, если на треке ты сел, чпоньк надел, гонку проехал, снял быстро, вау, кайф, то в путешествии зачастую бывает так, что приходится ехать по 10 часов в дороге. И здесь очень важно, чтобы внутрянка и форма скорлупы подходила вам. Этого можно добиться только, если примерять шлем. То есть, никогда не берите шлем, не примерив его и не походив там в магазине хотя бы немножко. Потому что, если вы при покупке туристического шлема почувствуете, что у вас немножко где-то что-то жмет, немножко, то в дальнейке это может стать реальной проблемой. Потому что сначала вам жмет немножко, через час вы начинаете управлять шлем, вам уже дискомфортно, а через 10 часов вам уже хочется выкинуть этот шлем и поехать без него. Этот шлем тоже очень комфортный в этом плане. Вот он меня максимально устроил. В Крым 6 тысяч километров на нем, на нем на гусе и в этом шлеме. Короче, кайф, буду в нем ездить дальше. Ну и плюс ко всему, на самом деле, шлема-модуляры, они зачастую очень тяжелые. У этой модели есть преимущество, то что она карбоновая весит всего лишь полтора килограмма. Говорю всего лишь, потому что мало легких модуляров есть, которые весят подобную цифру. Типа 1600, грамм 1500. Есть еще Шуберт, хорошие модуляры. Есть еще Скорпион, достаточно недорогие, но при этом очень крутые модуляры. Они, кстати, очень популярны за счет своей цены. То, что такой шлем стоит в районе 50-55 тысяч. Тот же шлем Скорпион, он может стоить там, не знаю, 25, ну максимум 30. При этом очень крутой функционал и шлем хороший. Поэтому, если выбираете туристический шлем, подходите к этому вопросу тоже очень тщательно, потому что комфорт очень важен. Также хочу отметить то, что есть шлема для тур-эндуро, у которых есть козырьки. Смотрите обязательно, чтобы эти козырьки можно было снять, потому что, когда вы едете небыстро на тур-эндуро, по оффроуду, этот шлем вам подойдет отлично. Если вдруг вы на каком-нибудь роудстере или кроссовере едете на дальняк по асфальту со скоростью 200 км в час, то, скорее всего, этот козырек будет вас немножко напрягать. Хоть современные производители и делают эти шлема достаточно с хорошими динамическими характеристиками, но, тем не менее, это козырек, и он будет вам в какие-то моменты мешать. Быстренько пробежим по этим вот двум шлемам. Как видите, они с козырьками. Первый вариант это AGV AX8. Это карбоновый шлем для кросса, для мотокросса, для эндуро. Он у меня уже где-то 5 лет, и, честно говоря, я его так редко юзал, что он вообще почти как новенький. Что мне здесь нравится, что не нравится? Нравится то, что он невероятно легкий, то есть, по ощущению, он весит, ну, грамм, наверное, 800. Любой из этих шлемов будет тяжелее, чем этот шлем, по ощущению. Ну, 800, может, 900 грамм. Плюс ко всему, у него красивая расцветка. Конечно же, это AGV, Италия. Здесь очень большая площадь, через которую может вам захотеть поток воздуха. Поэтому летом, когда я тренировался на эндуро, мне было максимально комфортно, мне было не жарко. Также здесь есть сеточка вот такая, которую можно стирать, снимать, здесь чистить. Тоже очень большой объем воздуха забирает она. Но по форме опять скорлупы этот шлем не совсем идеально мне подходит. Я просто не парюсь на этот счет, потому что на кроссы эндуро я выезжаю крайне редко. Но, например, про себя могу сказать, что все шлемы AGV, они мне мешают в области подбородка. Они так сделаны, что вот под мою голову скорлупа не идеально подходит. И подбородок постоянно упирается вот вниз, и это прям напрягает. У меня, кстати, был один шлем AGV. Это был GT Velocie первого поколения. Он мне максимально нравился. То есть он крут практически во всем, кроме того, что он не идеально подходил для моей головы. И вот эта часть, где подбородок, она была очень близко, и мне из-за этого было немножко некомфортно. Поэтому, когда выбираете себе шлем, обязательно примеряйте. Потому что для одного человека он может идеально подойти. Для вас он может не подойти не просто потому, что шлем говно, а просто потому, что, ну, скорлупа вам не подходит. Шлем клевый, классный, но я его использую редко. И если кто-то есть сейчас из смотрящих кроссмена, кто в этом разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие критерии очень важны при выборе эндуро или кроссового шлема. Я в этом не особо шарю. Если возникает вопрос зимних покатушек или покатушек в холодное время года, у меня есть вот такой вот шлем, который мне подарили ребята из BRP. Это BRP-шный шлем, снегоходный. Его особенность, как вы видите, в сравнении с кроссовым, у него здесь меньше площадь, куда может залетать воздух. И когда вы надеваете маску, ну, или очки, как их еще называют, у вас меньше воздуха именно дует ваше лицо. Также есть вот такая маска съемная здесь вот внутри. Ее можно использовать, ну, прям совсем в морозное время года, чтобы ваше лицо не обморозилось от потоков воздуха. Также, естественно, несмотря на то, что холодно, здесь есть вентиляционное отверстие. Куда же без этого, дышать чем-то надо. Плюс ко всему, сама структура, сама внутрянка шлема, по моим ощущениям, но она более теплая. И в этом шлеме действительно не холодно. То есть я его использую зимой. Вот я ездил на Лифане кататься, например. Зимой в нем максимально комфортно. А если говорить про тот мой шлем АГВшный, он в нем уже более прохладный. Других шлемов у меня, к сожалению, не было. Ни снегоходных, ни квадроциклетных, ни эндуро-шлемов для зимы, если такие существуют. Но этот шлем меня полностью устраивает. И менять его на что-то другое пока нет смысла, потому что я не заядлый эндурист. Мне пока всего хватает. А плюс ко всему, этот шлем я могу использовать как на квадроцикле, так и на снегоходе, так и на эндуро-мотоцикле или на кроссовом мотоцикле в зимний период времени. А на лето у меня есть АГВ. Ну и мы подходим к самому интересному. К самому-самому интересному. Это выбор городского шлема. Сейчас у меня вот такой вот городской шлем. Это шлем Icon Airframe Pro Carbon. Версии Gold. Как вы видите, такой бронзово-золотой визор. Здесь бронзово-золотые элементы. Спойлер. Я вообще фанат шлемов Icon в городе, но могу сказать сразу, что если вы, например, выбираете для себя максимально универсальный шлем, то, скорее всего, это будет не Icon. То есть, если вы хотите взять один шлем, планируете много дальников и при этом хотите в городе ездить, то, наверное, это должен быть не Icon. Icon для меня топ шлема для города. И чем же они отличаются от других? Во-первых, у Icon самый большой обзор. Даже вот на этом шлеме Airframe здесь видно, что очень большой обзор. Хотя эта модель, она с упором на спорт. То есть, для спортоводов, таких стантеров на 6.36 и гонщиков на литрах. Если мы говорим про мой предыдущий шлем Airflite, на который я снимал обзор, и вы можете его посмотреть. Там подробный обзор со всеми возможностями этого шлема. Это шлем-трансформер, у которого можно поставить козырек вместо визора, использовать его с очками. Можно использовать с визором. Я ссылочку оставлю в описании, если интересно, можете посмотреть этот обзор, если не видели. И до этого у меня еще была Airmada. Так вот, у всех этих шлемов офигенный обзор. Если говорить про Airflite, то там вообще, как, не знаю, в космической вот этой вот фигне, когда у тебя прям чуть ли не 360-то можешь смотреть. Короче, очень большой обзор. Плюс ко всему, эти шлема очень красивые. За это их многие любят, они очень стильные. У меня, конечно, версия Carbon. Хотя Carbon это тоже не совсем стопроцентный. Здесь, на самом деле, верхний слой карбона, а нижний слой, это, по-моему, называется поликарбонат. Поэтому он, кстати, не совсем легкий. Он весит полтора килограмма. Ну, и не совсем много. Ну, и не совсем легкий для карбонового шлема. Очень много расцветок красивых есть у Icon. До хрена вообще расцветок. И шлема Icon вы всегда тоже, кстати, можете брать со скидкой от меня. Это магазин-партнер Moto. Промокод EXPMIKE. Получите скидку 17%, хоть в онлайн-заказе, хоть непосредственно придя в магазин. Ну, и привет там передавить пацанам вместо чего. Помимо этого всего, вот моя история городских шлемов. Первый мой городской шлем был, это Shark S700. Это очень дешевая модель. Достаточно бюджетная. Я не знаю, сколько сейчас она стоит. Я в ней отъездил 3 года и успешно его, по-моему, продал. Шлем за свои деньги был неплохим. Но все же потом, со временем, я понял, что он был слишком бюджетный, слишком такой дешевый. Весь хрупкий, такой шаткий, весь и не совсем комфортный. Затем у меня появился AGV GT Veloce, который вроде как спорт-турист. Такой класс шлема, не совсем он есть, конечно, но типа гран-туризма, да. Вроде как и спортивный шлем, но при этом достаточно тихий. Да, он был достаточно тихим, достаточно комфортным. Но мне не нравилась его скорлупа и очень маленький обзор. Потому что вот это его уклон в спорт, он очень сильно ограничивал обзор снизу. И мне было некомфортно, когда я не вижу приборку мотоцикла. То есть спортивная посадка шлема, она говорит о том, что когда ты лежишь вот так, ты смотришь из подбородка и тебе пофигу, что на приборке. То есть ты смотришь только на дорогу. Вот, и максимальный обзор расширяется сверху. У городского же шлема в идеале должен быть обзор, ну, и вверх, и вниз, и вправо, и влево широкий. Вот AGV мне этого не давал. Затем у меня появился шлем Icon AirMade. Это был первый мой Icon-овский шлем. Он мне безумно нравился, он балдежный. Я его продал и поменял на другой Icon только потому, что вышла новинка с более крутой расцветкой. И я прям его очень сильно захотел. Я бы, честно, и сейчас бы в AirMade ездил. Офигенный шлем. Единственная накладка у него, ну, не накладка, а такой нюанс. У него вот это отверстие, куда вставляешь голову по скорлупе, оно с завода заужено. Многие думают, что надо, типа, шлема мало, но на самом деле надо его просто надевать через подшлемник, там он потом разносится. Просто такая посадка шлема. Но зато с этой посадкой он прям обхватывает вашу голову и очень классно сидит на голове. И скорлупа маленькая такая обхватывает вашу голову. Короче, мне было прям очень удобно. Потом я взял себе AirFlight Battles Car, партнер Moto. Мне понравилась расцветка. Шлем был новинка, он оказался очень крутым. Опять же, есть обзор полноценный, ссылка в описании. У шлема практически для меня нет минусов, кроме того, что он достаточно шумный на больших скоростях. То есть, если у вас там спортбайк, то AirFlight, наверное, будет не лучшим вариантом. Лучше вот, если Icon хотите, взять Airframe Pro. А если в идеале, то вообще какой-нибудь шлем ближе к спорту. Например, какой-нибудь тот же АГВ или там шой спортивный для себя рассмотритель или еще что-то. Icon это больше стиль и это не значит, что он некомфортный. Они комфортные, просто шумноватые. AirFlight в этом плане, скажем так, средней шумности. Потом я взял вот этот Airframe Pro. Что могу сказать про него? Он чуть тише, чем был AirFlight. Он по аэродинамике, он больше в спорт, такой уклон, да. Ну, в целом, по аэродинамике не сильно там лучше, чем AirFlight. AirFlight тоже хорошо себя показывал. Хотя у AirFlight есть вот эта технология спойлера абсолютно такая же, как Airframe. Они отсюда взяли. Вентиляшки абсолютно устраивают. Здесь очень хорошая вентиляция. Много отверстий. Всякими способами можно это регулировать. Включать и выключать. И, собственно, вот это мой шлем настоящий городской. Исходя из моего опыта вот этого всего, что могу вам посоветовать? В городе старайтесь брать максимально компромиссный шлем. Тут стоит понимать, что если шлем очень тихий, то, скорее всего, у него не будет идеальной вентиляции. Потому что, ну, по логике своей, когда есть хорошая вентиляция, вы ее открываете, и вас начинает продувать воздух. Будет немного шумновато. А вот немного или много тут уже зависит, как производитель разработал все эти каналы. Вот у Icon'а с этим проблем нет. То есть, у него шикарная просто продуваемость. Я ездил реально в лютой жаре в этих шлемах, и все было прекрасно. Но есть где-то вот средний уровень шумности. То есть, это и не шумный шлем, и не супертихий. Затем выбирайте шлем с хорошим обзором. Это должны быть, либо можно флипап шлем взять. Но, опять же, флипап в городе, не знаю, насколько полезно, наверное. Больше, наверное, на дельники полезно. В городе безопаснее, и можно в интеграле поездить. Либо просто, чтобы у вас площадь вот этого визора была большая. То есть, важно, чтобы обзорность была хорошая. Это действительно важно. Потому что в городе вы должны постоянно следить с боковым зрением. Ну, боковым зрением фиксировать то, что происходит вокруг вас. И бывает, что это спасает вашу жизнь. Или там, спасает вас от травм. Ну, и для меня лично весомый аргумент это подготовка для гарнитуры. Потому что я обожаю слушать музычку, когда езжу по городу. И я человек, скажем так, которому часто все звонят. Поэтому мне важно, чтобы я мог принять звонок даже в тот момент, когда я еду на мотоцикле. А на мотоцикле я езжу часто. Вот. Все остальное, внешний вид, раскраски, расцветки, это уже сугубо индивидуально. Это уже, смотрите, кому что нравится. В первую очередь, для города советую обращать внимание на компромисс между шумкой и вентиляцией. Потому что летом вы можете сдохнуть в тихом шлеме. Или, наоборот, в продуваемом шлеме будете глухим ходить потом. Короче, ищите компромисс. Подготовка для гарнитуры, ну и общий какой-то комфорт по форме вашего черепа. Также у меня есть один еще интересный экспонат. Чисто вам его не для пользы, а просто покажу для интереса. Даже два экспоната. Это вот такие вот два шлема. Тот, что в моей правой руке, этот шлем IFX. Его мне подарили ребята из партнер МОТО. Когда мы с Ваней Горьевым возили дукалис на тесты в Сочи. Впервые мы его там собрали, чтобы он ездил. Этот шлем, он подойдет людям, которые любят стиль какого-нибудь скрамблера или кафо-рейсера. Сюда можно установить бабл визор. Насколько он безопасный, не знаю. Потому что, смотрите, во-первых, у него здесь поддержки особо нет. То есть, мне кажется, он очень легко может слететь. Если его там фигово застегнуть или еще что-то. Ну, а вообще этот шлем, мне кажется, не для гонок, а просто для стиля. Для неспешных покатушек вот на таком мальтике, как дукалис, например. Или также его можно использовать с очками. Вот как я, в принципе, использовал. Берете кроссовые очки и у вас получается такой скрамблер стиль. Ну, а этот шлем мне подарили друзья. Это шлем какой-то там 1980 какого-то, что ли, года или 70 какого-то года. Они его покрасили. Это настоящий шлем, по-моему, чешского производства. И в таких раньше ездили на мотоциклах. У меня, кстати, есть один видос, где я в таком шлеме на Сибиху снимал. И еще один важный момент, про который хотел сказать вам в обзорах про шлема. Это типы застежек. Есть разные типы застежек. В идеале, конечно, считается, что самые лучшие застежки. Это застежки типа D-Ring. Это когда у вас вот такие вот две металлические... Два металлических кольца. И через них вы продеваете, собственно, ремешок. Такой тип сейчас ставится на максимум разных шлемов. Такой тип застежек требует на треках. То есть на трек выпускают только застежками типа D-Ring. Ну, я имею в виду большие треки. Также есть застежки типа трещотка. Эти застежки считаются не такими уж и безопасными. И такие застежки, они ставятся на более дешевые шлема. Либо на шлема, где застежка D-Ring не особо нужна. И где нужно комфортно много раз снимать, надевать шлем. Например, на моем X-Lite, несмотря на то, что он достаточно дорогой, на нем как раз-таки защелочка вот с трещоткой. Но механизм здесь сделан достаточно надежно. И, опять же, они бывают разные. Бывают прям совсем дешевые трещотки, бывает не очень. Но если вы совсем загоняетесь на безопасности, то ищите себе шлем не с такой защелкой, а с застежкой типа D-Ring. Ну и еще, я, конечно, не знаю, какие еще бывают застежки. Но вот могу отметить еще застежку на моем шлеме для снегохода. У него вообще, смотрите, здесь находится магнит и здесь магнит. И он просто сам защелкивается. Самое интересное, что вся эта конструкция устроена так, со всеми крючками и так далее, что как бы я ни пытался, невозможно. Даже вот если я вверх тяну, я не могу разорвать эту часть. Нужно потянуть только вот за этот краешек, тогда шлем расстегнется. Не знаю, насколько надежно, но ребята из BRP говорили, что это реально очень надежно. Надежно, даже чем трещотка. Потому что здесь металлические элементы, они пластмассовые. Из фишек, что еще могу сказать? В принципе, я много что видел на шлемах. Видел на трековых шлемах поилки. Это когда у тебя трубочка такая для воды проводится через шлем, выводится вот здесь назад и в комбес, в горб убирается, где у тебя такой резерв, резервуар с водой, чтобы ты во время покатушек по треку мог пить воду. Такая система есть. Прямо с магазина можно купить на АГВ Pista. Если говорить про фишки на моих шлемах, то могу вам рассказать только вот про это. Я на самом деле раньше не видел, вот привез драйвбайка, я обалдел. Здесь есть подкачка для щек. Специальная система. Я не знаю, насколько она прям так круто работает и зачем, но вот просто смотрите, слушайте. То есть есть груша для накачивания воздуха, чтобы щеки ваши плотнее прилегли и шлем еще плотнее сел. То есть чтобы вы его комфортно сначала надели, потом накачали, он у вас так сел. И все, даже если при жестком падении на треке вы там летите, головой чиркаете об асфальт, то у вас шлем будет минимально проворачиваться на голове и минимум травм вы получите. Ну, опять же, надо пробовать, насколько это надо. Просто интересная штука. Есть клапан такой, чисто спускать в воздух. Ну что, со шлемами мы разобрались. На этом мы будем потихонечку заканчивать первый выпуск. Всего их будет три. А вы ждите продолжения обязательно, потому что во второй части я расскажу про мотообувь, которая у меня есть, и мотоперчатки. И дам какие-то свои практические советы. И в третьей части мы рассмотрим мотоджинсы, мотокуртки различные, мотоштаны, комбезы и все остальное прочее. Там черепашки всякие, то, что вы можете на себя надевать с целью безопасности. А в завершении видео про шлема, что хочу сказать. Во-первых, не ведитесь сильно на бренды. Любой современный бренд имеет в своей линейке топовые шлема, которые будут хорошими. Нету плохих шлемов у хороших брендов. Да, есть какие-то более дешевые модели. Например, у АГВ есть шлем К3, а есть GP Pista Air. Разница в цене колоссальная. Но один и тот же бренд. И мы понимаем, что Pista Air очень крутой шлем для трека. А ГВ К3 будет уже не такой крутой для трека. Может быть, за эти деньги, без приплаты за бренд АГВ, можно будет найти что-то известное достаточно, но более комфортное для трека. Тот же Scorpion. Вот этот шлем, он топовый, но у них есть более дешевые модели, которые будут в чем-то проще, но при этом они будут хорошими. Еще раз запомните, не бывает плохих прям шлемов у хорошего бренда известного. Единственное, что может произойти, вам шлем может не подойти. Самая частая проблема, это когда скорлупа не подходит под вашу голову. Вы просто надеваете, вам дискомфортно, вам что-то где-то жмет, вам что-то где-то плохо видно, вам что-то где-то съезжает и так далее и тому подобное. Второй момент. Выбирайте правильно свой размер. Зачастую во всех мото-магазинах есть сотрудники, которые вам с этим помогут. Но если не помогут, есть куча видео и статей в интернете, которые вам об этом более подробно расскажут. Я не хочу сейчас долго на этом останавливаться, но учтите, что шлем должен сидеть на вашей голове достаточно плотно, но не давить, не сдавливать вам ни на что, ни на череп там и так далее. И третье. Всегда выбирайте шлем под условия. Это значит, что если вы не собираетесь ездить на треке очень много, то не надо, блин, покупать Pisto GP Air за 100 тысяч просто, потому что она карбоновая и это очень дорогой шлем. Ну это реально херовый понт, пацаны на сырах, ну реально вы смешно смотритесь в городе с этим шлемами. Вы хоть на трек, блин, хотя бы разок вы едете, чтобы галочку поставить, зачем вам этот шлем. Короче, вы сами просто будете от этого страдать, серьезно. Вот если вам нужен шлем для города, выбирайте по тем параметрам, которые я вам советовал. Если вам нужен шлем для трека, значит закрывайте глаза на шумоизоляцию. Главное аэродинамика, продуваемость и комфорт. Если нужен шлем для туринга, ищите и выбирайте шлем для туринга. Причем он может быть как дешевый, так и дорогой. Для трека как дешевый, так и дорогой. Но выбирайте, блин, шлем под свои нужды. Не надо брать ненужный шлем. Ну это реально смешно. На этом, наверное, и все. Надеюсь, был вам полезен. Поставьте лайк. Я знаю, что это видео, скорее всего, нудное и занудное. Я вообще тут стою в квартире на одном месте. И, блин, даже на мотоцикле Вилли ни разу не дал. Ну ладно. Тот, кто досмотрел до конца, вам точно это было полезно. Поэтому нажмите лайк и ждите следующий выпуск. А с вами был взрывной Майк. Всем лютой катки. Правильного экипа. Кстати, ребята, выбирайте, дай ему правильно. И всем фирменное хайо. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok